Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Дархан Ага всегда был очень веселым и добрым, таким мы его и запомним. Даки, спасибо вам за все ваши роли, за ваши отношения к работе, к людям, написал Нуртас Адамбай. Смерть актера подвердил Тенгриньюз, казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова, где он работал. Коллеги уточнили, что в последние дни он не мог самостоятельно дышать и находился в реанимации. Наша студия выражает свои глубокие соболезнования всем родным и близким. Дархан Ага всегда был очень веселым и добрым, таким мы его и запомним. Даки, спасибо вам за все ваши роли, за ваши отношения к работе и к людям, написал Нуртас Адамбаев, у которого Дайрбек сыграл в фильмах «Келинка Сабина 2» 2015 и «Аким» 2019. Дархан Дайрбек родился в 1968 году в Алма-Ате. С раннего детства актер самостоятельно изучал Домру и Куи. Сам Дархан в интервью говорил, что в учебе ему помогали старшие, а он даже не думал, что в будущем посвятит себя творчеству. Знаменитый исполнитель рассказывал, что примерно в седьмом классе начались его первые скетчи. Наиболее памятным для Дархана стало участие в ценке Умбитбая Уайдина «Отец и сын». После выступления дети и взрослые держались от смеха за животы. А актер поделился в интервью, что именно это выступление помогло ему понять, что актерство его привлекает гораздо больше, чем музыка, и понял, что его призвание – это театр. В 1994 окончил Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Темирбека Караулы Жургенова. Ныне Казахская национальная академия искусств. После окончания вуза сразу же устроился работать в ТЮЗ. Практически всю свою профессиональную жизнь актер провел в Алма-Атинском ТЮЗе. Дархан искренне любил этот выдающийся театр. Даже после ухода в эстраду Дархан Дайрбек, сколько лет длился перерыв в его театральной карьере в ТЮЗе, достоверно сейчас неизвестно. Не мог унять творческого порыва и стать театральным актером. Он оставил карьеру артиста и вновь вернулся к работе в театре имени Мусрепова. Он получил известность по киноролям, сыграв в картинах «Сваты», «Досье Тамады», «Жених на пять дней», «Холостяк», «Ограбление по-казахски». Считается, что психологическая детективная драма «Досье Тамады» Бейбарса Джуманьязова раскрыла талант Дайрбека, сыгравшего в ней главную роль. В новом Амплуа комедия Адамбаева «Аким» стала последней его работой в кино. Нет.